У Алексея была сложная судьба. С самого своего рождения он жил и воспитывался в детдоме. Материнской ласки и любви никогда не видел и не чувствовал. Мечтал иногда об этом, как и все брошенные дети. Но со временем понял, что так тому и быть. Мать родила его, когда ей было всего 18. Можно сказать по залету. Плюс ко всему у мальчика оказалась одна ножка короче другой. Конечно, ненамного. Но врачи сказали, что он будет хромать всю жизнь. Вот мать дуреха и отказалась от него. Зачем ей, молодой девушке, нужен ребенок-инвалид? У самой еще жизнь не определена. А тут такая обуза на шее. Она не придумала ничего лучше, как отказаться от мальчика. В детдоме Алексея жилось не сладко. Его постоянно дразнили другие детишки из-за его хромоты. Старшие постоянно гоняли и заставляли выполнять работу за них. Мальчик молчал. Но в глубине души холил надежду, что когда вырастет, все у него изменится. Единственной отрадой было, что должность директора детдома занимал добрый и отзывчивый мужчина. Правда, он был уже в возрасте. Но старался делать все, чтобы воспитанники ни в чем не нуждались. Оббивал пороги государственных учреждений, находил спонсоров, меценатов. Он хотел, чтобы у детей всегда были свежие продукты на столах. Закупал необходимые вещи и технику, чтобы дети не чувствовали себя обездоленными. Помогал своим выпускникам найти работу. Выбивал для них жилье. Старался даже на первых порах помогать своим бывшим воспитанникам. Делать так, чтобы им легче было войти во взрослую жизнь после стен детдома. Когда Алексей вырос и пришло время покинуть приют, директор уже был дряхлым стариком. Все переживания и потраченные нервы не прошли даром для него. Его мучила артрит, иногда пошаливало сердце, да и еще куча всевозможных болячек. Как итог, директора отправили на пенсию. Парень решил не покидать ставшими уже родными стены детского дома. Да и кому он нужен там, хромоногий. Поэтому поговорил с администрацией и остался работать уборщиком. Алексей хотел приносить хоть какую-то пользу своему приюту. На место нового директора назначили мужчину, которому на вид было лет 35-40. Можно сказать, в самом расцвете силы. Он был амбициозен, одевался всегда с иголочки. Новенький автомобиль иномарка. Не то, что у прошлого директора. Рыжавый москвич. Как только новый директор появился в приюте, сразу решил взять все под свой контроль. Был таким деловым, целеустремленным. Издал кучу приказов, начал вводить новшества. Правда, они не всем пришлись по душе. Все, что придумывал директор, уходило только на его обогащение. Воспитанники стали жить намного хуже, чем при старом директоре. Этому было все равно, как и что с детьми происходит, лишь бы себе урвать побольше. Как оказалось, в прошлом он был сотрудником дорожно-постовой службы, имел неплохой чин. Да вот только незадача, попался на взятки. Его покровители решили замять дело, чтобы не пятнать честь мундира. По-тихому уволили и подыскали теплое местечко. Алексей сразу распознал в директоре пройдоху. Парень понимал, кто он такой. Но что он может сделать на своем месте? Работая простым уборщиком, в случае чего его быстро выкинули бы на улицу. А директор вошел во вкус. Хищения продолжались. Спонсоры мецената выделяли деньги приюту, а он львиную долю клал в свой карман. Так, закупят что-нибудь в детдом для вида, а остальное по-тихому себе. Парень еще помнил те времена при старом директоре. У ребят на столе всегда были свежие продукты, молочные изделия, фрукты. А сейчас что? Ничего нет. Суп, сплошная вода. Одна картофелина плавает и тонет целиком. Фрукты давно исчезли со столов ребят. Молочка, если и бывало, то просроченная. Дети стали унылыми и грустными. При старом директоре они больше радовались и веселились. Стремились к чему-то хорошему. Как-то раз Алексей не выдержал и напрямую спросил у директора. «Разве можно так? Вы посмотрите, что делаете. Ну как же, сирот больных детей обижать?» Это не испугало и не удивило директора. Он был тертым калачом, а на все у него были ответы. «Иди отсюда, хромоногий!» Усмехнулся директор и добавил. «А если тебе что-то не нравится, могу уволить. Пойдешь на улицу побираться». Парню стало обидно от таких слов. Он понимал, что детей нужно спасать. Но что же делать? Связи никаких. Сам на птичьих правах. Его держали в приюте только из жалости. В случае чего и вправду могли уволить и выкинуть на улицу. Как уличить директора во всех махинациях? А тот уже обжился вовсю. Окружил себя прихвостнями. Такие людишки всегда и везде найдутся. Кормятся с его руки. И до детей им тоже нет дела. Начал угнетать воспитателей, которые пытались возмутиться происходящему в приюте. Он придумал даже отправлять детей в город. Побираться. Потом долю забирать себе. Директор с наглыми глазами сказал тогда. Есть хотите? Вот и идите просите у людей деньги. Зарабатывайте, зарабатывайте. Воспитанникам ничего не оставалось делать, как идти и просить милостыню у прохожих. Им тоже хотелось есть и что-нибудь надеть. Не ходить же гладранцами. А покровители директора все знали и прикрывали его. Что говорить? Связи? Алексей дружил с молоденькой воспитательницей Юлей. Она, так же как и он, была воспитанницей этого детдома. Когда пришло время выпускаться, девушка не захотела идти во враждебный мир. Осталось помогать детям, дарить им ласку и тепло, которое не видела сама. Парню сильно нравилась Юля. Она была красивой, доброй, отзывчивой девушкой. Приветливо общалась с Алешей и не замечала его хромоты. Возможно, где-то в глубине души парень даже любил ее, но боялся признаться в этом. В последнее время он начал замечать, что директор положил глаз на воспитательницу. Постоянно улыбается девушке, пытается ненароком приобнять за талию. С каждым разом директор все сильнее и сильнее приставал к Юле. Никого не стеснялся, пользовался своим служебным положением. Алексей понимал, что нужно спасать и Юлю. Как-то случайно парень наткнулся на статью в интернете о проведении скрытой видеосъемки. Его сразу же осенила мысль. А что, если установить скрытую видеокамеру и записать откровенную беседу с директором? Парень решил приобрести необходимое оборудование. Он копил деньги на свой компьютер, но здесь такая ситуация. Ничего страшного, купит компьютер позже. Нашел в городе специализированный магазин и приобрел все необходимое. Потом выбрал одну из малопосечаемых комнат и установил неискрытую камеру. Аккуратно отладил звук и картинку. Дело оставалось за малым. Нужно было как-то разговаривать директора. Вывести его на откровенный разговор так, чтобы он ни о чем не догадался. Тогда Алексей набрался смелости и решил поговорить с Юлей. Вечером, когда в детдоме никого не было, кроме дежурных воспитателей, он пригласил девушку в свою комнату. «Юль, мне нужна твоя помощь», начал он разговор. «Понимаешь, хочу вывести директора на чистую воду». Девушка растерянно смотрела на него, не понимая, что от нее требуется. Только улыбалась, потому что знала, что Алеша хороший парень и ничего дурного не предложил. «Я решил записать беседу, где директор будет рассказывать о своих делишках», продолжил тот. «Ну, как я смогу тебе помочь?» спросила девушка и посмотрела в его ясные глаза. «Ну, ты же видишь, что директор не дает тебе прохода». Девушка кивнула. «Так вот, я купил скрытую камеру и установил в одной тихой комнате. Ты пригласи его туда, как будто хочешь провести с ним время. И выведешь на разговор». «А как я его разговариваю?» «Он же хитрый и скрытный», – удивилась Юля. «А мы организуем стол, поставим закуски и выпивку. Пусть он будет пить побольше. Ты ему подыгрывай и подливай каждый раз. В охмелю все становятся разговорчивыми. Вот и будешь спрашивать про его делишки. Глядишь, может и проговориться. Ну, а если у нас ничего не получится? Напьется и полезет ко мне. Ну, как быть-то?» Испуганно спросила девушка. «Не переживай. Я буду наблюдать за вами и в случае чего вмешаюсь сразу». Улыбаясь, ответил Алексей. На то мы порешили. В пятницу они закупили все необходимое и накрыли стол в комнате. Алексей проверил аппаратуру и приготовился записывать разговор. В конце рабочего дня Юля намекнула директору, что была бы не прочь провести с ним вечер. Тот радостно согласился. В назначенное время босс появился в комнате вместе с девушкой. Она начала непринужденную беседу и немного кокетничала с ней. Каждый раз подливала директору, а сама только пригубляла крепкий напиток. Постепенно девушка вывела мужчину на откровенный разговор. Он захмелел и разгорячился. Начал рассказывать, какой он крутой мужчина и ему все ни по чем. Что он здесь царь, бог и что все будут плясать под его дудку. Как он будет указывать, так и будет. Ты, Юленька, понимаешь, что здесь все мое и все подо мной? Пьяно хвастался директор, обводя рукой комнату. Да, конечно. Поддакивала девушка ему. Я вот как скажу, так и будет. Говорил он и щелкал пальцами. У меня денег. Куры не клюют. А все откуда? А оттуда? Просто надо знать, когда, где и сколько отщепнуть. Ну и еще кому на карман положить, чтобы не видели. А как это? Наивно воспрашивала Юля. Да вот как. Нужно иметь везде своих людей. Как у меня. Знаешь, какие люди меня прикрывают? Ты знаешь, кто за мной стоит? Бахвалился пьяный мужчина и бил себя кулаком в грудь. Директор хотел показать свою значимость и рассказывал девушке все как есть. Наговорил он много. Как в стенах детского дома устроил монархию, что работа здесь – это золотая жила. Рассказал про свои махинации и сколько положил в свой карман. Что еще собирается сделать и насколько обогатиться. Не забыл рассказать и про своих покровителей. В конечном итоге директор напился от души и уснул. Естественно, близости у них никакой не было. Запись получилась идеальная. Хороший вышел материал на директора. Но Алексей прекрасно понимал, что с этой записью идти в полицию не имеет смысла. Там снова прикроют директора. А вот у парня могут быть проблемы. Он решил выложить эту видеозапись в интернет. На всеобщее обозрение. На следующий день директор стал знаменит на всю страну. Разгорелся большой скандал. Общественность была возмущена таким поведением алчного мужчины. Потребовала провести проверку и наказать по всей строгости закона. Через два дня в детдом нагрянула проверка из области. Вскрылись и подтвердились факты хищения и злоупотребления служебным положением. Директора отстранили от должности и завели уголовное дело. Покровители сразу отошли в сторону, оставив негодяя разбираться со всем самому. Нового директора выбрали из коллектива детского дома. Он был хорошим и ответственным человеком. Любил детей и никогда бы не дал их в обиду. Сразу начал налаживать новые контакты, пытаясь обеспечить детей всем необходимым. После всего, что произошло в приюте, Алексей наконец-то набрался смелости и признался девушке. «Знаешь, Юль, я давно тебя люблю. Все никак не мог сказать тебе об этом. Боялся, что отвергнешь. Ну а сейчас, будь что будет». Девушка ласково посмотрела на него. На ее устах заиграла улыбка, и она погладила Алешу по голове. «Я давно догадывалась», – сказала она. «Ты тоже мне нравишься. Да и как можно не любить такого честного и открытого человека?» Затем приподнялась на носочках и поцеловала парня в губы. Алексей был на седьмом небе от счастья. Его сердце барабаном стучало в груди. Он прижал девушку к себе и положил голову на ее плечо. Через несколько месяцев Алексей и Юля сыграли свадьбу. Отмечали всем детским домом. За них все были рады – и воспитатели, и дети. Красивая семья получилась из ребят. Ну а воспитанники детдома зажили новой жизнью. У них снова был полон стол. Им больше не нужно было побираться и жить впроглость. Постепенно жизнь в детском доме налаживалась и приходила в нормальное русло. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!